Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки! Физика за две минуты, и мне предстоит вам рассказать, что такое кинетическая энергия. Ну давайте с вами прежде всего два понятия самых простых поймем. Энергия, что же это такое? Ну в общем виде, да, если тело какое-нибудь способно что-то сделать, совершить работу, значит оно обладает энергией. Вот тележка, она покоится, а я хочу, чтобы она вот эту вот штукианцу, преграду, так сказать, сдвинула с места. Что нужно сделать? Вот если она будет стоять, она ничего не сделает. Вот, я обладаю энергией, да, обладаю, потому что могу раз ее перезину убрать, да, раз, что-то с ней сделать. Вот, то есть я обладаю энергией, а тележка, в данной ситуации она покоится. А вот если я сейчас заставлю ее двигаться, значит у нее будет энергия кинетическая. Потому что слово кинео, если мы переведем с греческого языка, называется движение, переводится движение. Значит, кинетическая энергия, это энергия движения. Вот и все. И то есть, если сейчас вот эта вот тележка движется, врезалась сюда, остановилась, да, ну между ними было взаимодействие между тележкой и телом, то есть она не смогла его, так сказать, сдвинуть, вот это вот, вот это вот тело, да, вот эту вот коробочку, не смогла, почему? Да потому что вот движется, есть кинетическая энергия, но кинетическая энергия маловатенькая. Поэтому для того, чтобы у этой тележки была большая кинетическая энергия, то есть способность действительно совершить работу, я увеличиваю скорость. Ой, ой, видите, вот, что-то тут произошло, люди с этой самой коробочки стали, так сказать, вылетать. Вот, значит была совершена какая-то, как сказать, работа, потому что у этой тележки была кинетическая энергия. Раз, два, все, что-то произошло. Итак, кинетическая энергия, это энергия движения, которая будет зависеть от скорости. Если скорость будет маловато, значит кинетическая энергия маловато, а если скорость будет большая, значит и кинетическая энергия становится больше. И что самое интересное, если я увеличиваю скорость в 2 раза, то кинетическая энергия возрастет в 4 раза. А если увеличиваю скорость в 3 раза, кинетическая энергия увеличится в 9 раз. Если в 5 раз скорость увеличится, значит и кинетическая энергия увеличится в 25 раз. Запомнили? А теперь смотрите внимательно, что еще можно сделать. Она движется с маленькой скоростью. А сейчас я беру и на эту самую тележку кладу грузки. И теперь эта тележка тоже движется с маленькой скоростью. Ой-ой-ой-ой. Видите, а работу-то совершает. Поэтому кинетическая энергия еще и будет зависеть от массы тела. Чем масса больше, тем кинетическая энергия больше. Короче говоря, давайте с вами запомним, что для того, чтобы рассчитать кинетическую энергию, энергия кинетическая, нужно просто-напросто массу умножить на квадрат скорости и еще поделить на 2. Вот и все. Почему? Это уже совершенно другая песня. А мы просто с вами должны сейчас запомнить, что такое кинетическая энергия. Что такое кинетическая энергия? МВ квадрат деленное пополам. Что такое кинетическая энергия? Как ее рассчитать? МВ квадрат пополам. МВ квадрат пополам. МВ квадрат пополам. Вот и все. Учите физику, ребятки, на самом суперском канале, который называется «Физика». Это просто канал, на котором достаточно сложные задачи становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, сделайте доброе дело. Запишитесь. Ну и, конечно, лайк не забудьте поставить. Всего-всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.